Сонная одурь Он не признает ни точек, ни запятых, и его монотонное чтение похоже на жужжание пчел или журчание ручейка. Под такое чтение хорошо мечтать, вспоминать, спать. Судьи, присяжные и публика нахохлились от скуки. Тишина. Изредка только донесутся чьи-нибудь мерные шаги из судейского коридора или осторожно кашлянет в кулак зевающий присяжный. Защитник подпер свою кудрявую голову кулаком и тихо дремлет. Под влиянием жужжания секретаря мысли его потеряли всякий порядок и бродят. — Какой, однако, длинный нос у этого судебного пристава! — думает он, моргая отяжелевшими веками. — Нужно же было природе так изгадить умное лицо. Если бы у людей были носы подлиннее, это к саже не две-три, то, пожалуй, было бы тесно жить и пришлось бы делать дома попросторнее. Защитник встряхивает головой, как лошадь, которую укусила муха, и продолжает думать. — Что-то теперь у меня дома делается. В эту пору обыкновенно все бывают дома. И жена, и теща, и дети. Детишки, Колька и Зинка, наверное, теперь в моем кабинете. Колька стоит на кресле, уперся грудью о край стола и рисует что-нибудь на моих бумагах. Нарисовал уже лошадь с острой мордой и с точкой вместо глаза, человека с протянутой рукой, кривой домик. А Зина стоит тут же, около стола, вытягивает шею и старается увидеть, что нарисовал ее брат. — Нарисуй папу, — просит она. Колька принимается за меня. Человечек у него уже есть, остается только пририсовать черную бороду, и папа готов. Потом Колька начинает искать в своде законов картинок, а Зина хозяйничает на столе. Попалась на глаза Санетка, звонят. Видят чернильницу, нужно палец обмакнуть. Если ящик в столе не заперт, то это значит, что нужно порыться в нем. В конце концов, обоих осеняет мысль, что оба они индейцы, и что под моим столом они могут отлично прятаться от врагов. Оба лезут под стол, кричат, визжат и возятся там до тех пор, пока со стола не падает лампа или вазочка. Ох! А в гостиной теперь, наверное, солидно прогуливается мамка с третьим произведением. Произведение ревет, ревет, без конца ревет. По текущим счетам Копелова жужжит секретарь, Очкасова, Зимаковского и Чикиной. Проценты выданы не были. Сумма же 1425 рублей 41 копейка была приписана к остатку 1883 года. А может быть, у нас уже обедают, плывут мысли у защитника. За столом сидят теща, жена Надя, брат жены Вася, дети. У тещи по обыкновению на лице тупая озабоченность и выражение достоинства. Надя, худая, уже блекнущая, но все еще с идеальной белой прозрачной кожицей на лице, сидит за столом с таким выражением, будто ее заставили насильно сидеть. Она ничего не ест и делает вид, что больна. По лицу у нее, как у тещи, разлита озабоченность. Еще бы! У нее на руках дети, кухня, белье мужа, гости, моль в шубах. Прием гостей, игра на пианино. Как много обязанностей и как мало работы. Надя и ее мать не делают решительно ничего. Если от скуки польют цветы или побронятся с кухаркой, то потом два дня стонут от утомления и говорят о каторге. Брат жены, Вася, тихо жует и угрюмо молчит, так, как получил сегодня по латинскому языку единицу. Малый, тихий, услужливый, признательный, но изнашивает такую массу сапог, брюк и книг, что просто беда. Детишки, конечно, капризничают, требуют уксусу и перцу, жалуются друг на друга, то и дело роняют ложки. Даже при воспоминании голова кружится. Жена и теща зорко блюдут хороший тон. Храни бог положить локоть на стол, взять нож во весь кулак или есть с ножа, или подавая кушанье, подойти справа, а не слева. Все кушанье, даже ветчина с горошком, пахнут пудрой и манпатсье. Все невкусно, приторно, мизерно. Нет и тени добрых щей и каши, которые я ел, когда был холостяком. Теща и жена все время говорят по-французски, но когда речь заходит обо мне, то теща начинает говорить по-русски, ибо такой бесчувственный, бессердечный, бесстыдный, грубый человек, как я, не достоин, чтобы о нем говорили на нежном французском языке. Бедный Мишель, вероятно, проголодался, говорит жена, выпил утром стакан чаю без сахара, так и побежал в суд. Не беспокойся, матушка, злорадствует теща, такой не проголодается, небось уж пять раз в буфет бегал. Устроили себе в суде буфет, и каждые пять минут просят у председателя, «Нельзя ли перерыв сделать?» После обеда теща и жена толкуют о сокращении расходов. Считают, записывают и находят в конце концов, что расходы безобразны, велики. Приглашается кухарка, начинают считать с ней вместе, попрекают ее, поднимается брань из-за пятака. Слезы, ядовитые слова, потом уборка комнат, перестановка мебели, и все от нечего делать. Колейшский асессор Черепков показал, жужжит секретарь, что хотя ему и была прислана квитанция номер 811, но, тем не менее, следуемые ему 46 рублей 2 копейки он не получал, о чем и заявил тогда же. «Как подумаешь, да рассудишь, да взвесишь все обстоятельства», продолжает думать защитник, «и право махнешь на все рукой, и все пошлешь к черту». Как истомишься, ошалеешь, угоришь за весь день в этом чаду скуки и пошлости, то поневоле захочешь дать своей душе хоть одну светлую минуту отдыха. Заберешься к Наташе, или, когда деньги есть, к цыганам, и все забудешь. Честное слово, все забудешь. Черт его знает где, далеко за городом, в отдельном кабинете, развалишься на софе, азиаты поют, скачут, галдят, и чувствуешь, как всю душу твою переворачивает голос этой обаятельной, этой страшной, бешеной цыганки Глаши. «Глаша! Милая, славная, чудесная Глаша! Что за зубы, глаза, спина?» А секретарь жужжит, жужжит, жужжит. В глазах защитника начинает все сливаться и прыгать. Судьи и присяжные уходят в самих себя, публика рябит, потолок то опускается, то поднимается, мысли тоже прыгают и, наконец, обрываются. Надя, теща, длинный нос судебного приступа, подсудимый, Глаша, все это прыгает, вертится и уходит далеко-далеко-далеко. «Хорошо!» – тихо шепчет защитник, засыпая. «Хорошо!» – лежишь на софе, а кругом уютно, тепло, Глаша поет. «Господин защитник!» – раздается резкий оклик. «Хорошо!» – тепло! Нет ни тещи, ни кормилицы, ни супа, от которого пахнет пудрой. «Глаша добрая, хорошая!» «Господин защитник!» – раздается тот же резкий голос. Защитник вздрагивает и открывает глаза. Прямо в упор на него глядят черные глаза цыганки Глаши, улыбаются сочные губы, сияет смуглое красивое лицо. Ошеломленный, еще не совсем проснувшийся, полагая, что это сон или привидение, он медленно поднимается и, разинув рот, смотрит на цыганку. «Господин защитник!» «Не желаете ли спросить что-нибудь у свидетельницы?» – спрашивает председатель. «Ах, да, это свидетельница!» «Нет, не желаю, ничего не имею!» Защитник встряхивает головой и окончательно просыпается. Теперь ему понятно, что это в самом деле стоит цыганка Глаша, что она вызвана сюда в качестве свидетельницы. «Впрочем, виноват! Я имею что-то спросить!» – говорит он громко. «Свидетельница!» – обращается он к Глаше. «Вы служите в цыганском хоре Кузьмичева. Скажите, как часто в вашем ресторане кутил обвиняемый?» «Так-с!» «А не помните ли, сам ли он за себя платил всякий раз, или же случалось, что и другие платили за него?» «Благодарю вас!» «Достаточно!» Он выпивает два стакана воды и сонная одурь проходит совсем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!